Вышла новость о том, что Русгидро проведет доп. эмиссию на 7 миллиардов акций по цене 1 рубль за акцию. Эта новость вышла буквально где-то час назад, я ее запустил в нашем телеграм-канале, сайте ВКонтакте, у нас уже группа тут есть. И написано то, что Русгидро проведет доп. эмиссию на 7 миллиардов акций номиналом в 1 рубль для финансирования проекта Певек Билибино. Вот, и в чем суть? Суть в том, что завтра скорее всего на предаукционе, то есть в 9.55 будут стоять большие заявки на покупку. И есть даже вероятность того, что цена в данной акции, компания, она может открыться ГПМ вверх, может быть на 5%, может быть на, условно говоря, 10%. Тут уже по ситуации надо будет смотреть. Вот. Но в принципе и ранее тоже компания Русгидро, она, менеджмент компании Русгидро заявляла о том, что они собираются проводить рост капитализации компании, потому что это у них была ранее стратегическая затея, там только один менеджер в этой компании противодействовал этой операции. Лично я завтра особо спешить не буду, как говорится, я в первую очередь на предаукционе посмотрю, какие будут заявки стоять на покупку, какие на продажу, потому что если рынок эту новость сочтет, как говорится, позитивно, необходимо, то, конечно, она поет вверх. Если новость эту, если новость эту рынок как-то умеренно проигнорирует, то тут нужно быть тоже крайне аккуратным, и даже при любой спекуляции лучше не забывать ставить стоп-лоссы, как говорится, ограничители убыточности позиции И. Сейчас цена на акции Русгидро составляет почти что 70 копеек. Знаете, вот в такой ситуации важно понять одно, потому что доп. эмиссия это нехорошо. Это вообще-то негатив, если что, но учитывая то, как компания сказала, доп. миссия будет по 1 рублю за акцию, конечно же, могут акцию разогнать, к примеру, до уровня там 80-90 копеек, как вариант, как было недавно с мост-отрезтом компания, да, сказали то, что какое-то там будет мероприятие проходить по акции цене по 220 рублей, и цену туда непременно погнали, к уровню там, по-моему, 200 рублей, 200-205 рублей за акцию, это было на предыдущей неделе. И вот та шансовая фигня может быть, в принципе, с Русгидро. Цены могут погнать, толпу засадить, об них разгрузиться, большие участники рынка, да, и потом цены погнать вниз. Куда-нибудь там на уровне, не знаю, 75 копеек, условно, там они выросли, там, да, там 85 копеек, и разгрузились, и погнали опять на 75, там, 75, 79, 80 копеек, там, плюс-минус. Поэтому в данной ситуации нужно быть тоже крайне аккуратным. Как говорится, тут риски необходимо просчитывать, ну, я бы сказал, наперед. Поэтому и перед покупкой, повторяюсь, завтра я посмотрю, как, какая будет реакция на эту новость со стороны рынка, именно на предаукционе, просто посмотрите. Какое настроение будет в биржевом стакане, чтобы понимать, рынок отреагировал ли на эту новость или нет. Просто пока про реакцию рынка в данной новости сказать как-то крайне трудно, потому что ванговать на эту тему я не вижу никакого смысла, но тут нужно смотреть именно по ситуации. Так как реакция рынка, она может даже в моменте измениться, прям, как говорится, не знаю, в прыжке переобуться. И пятое, и десятое, да? Поэтому новость, в принципе, интересная, и как бы подумать, то, чтобы спекульнуть, не знаю, надо подумать на эту тему. Как говорится, повод есть, но нужно смотреть будет утром по биржевому стакану. Так что, господа, в принципе, думайте сами по этой теме. Как говорится, у вас уже своя голова на плечах, свой капитал, и с решением предпринимайте именно вы сами. Просто если я и буду эту акцию покупать завтра, я это афишировать никак не буду. Просто вы это должны понять для себя. Те, кто тут ждет от меня сигналов торговых, в стиле, типа, купил ты там-там, мы тоже хотим купить. Господа, хер вам. Почему? Потому что тут есть определенные уже издержки непосредственно в мой адрес. Я готов там, грубо говоря, предоставить технический анализ, эмитент, указать, куда поет цена. А дальше вы уже будете думать сами. Что вам делать дальше, в дальнейшем? Поэтому сейчас многие сделки я, в принципе, совершаю в непубличном доступе. Просто по утрам выкладываю технический анализ, цена пойдет туда-туда, цена туда и идет. Выкладываю технику я, технический анализ в видеообзорах, YouTube, по утрам анализ рынка, а также и в Telegram-канале, и во ВКонтакт-группе. Ну а дальше уже решайте вы сами, что вам делать с этой сделкой. Вот, как-то так. Поэтому я подытожу и скажу еще раз то, что я сказал в начале этого видео. Я лично торопиться особо не буду. Я завтра досконально изучу ситуацию, которая происходит в биржевом стакане, и чтобы понимать, какое настроение будет у рынка по отношению к этой новости. То есть, если рынок воспринимет эту новость с позитивом, то будет гэп вверх. Тут даже можно будет и, наверное, не успеть войти в позицию именно вовремя, потому что на предаукционе, как правило, не всегда получается войти в позицию по той цене, ну, по цене закрытия. Это когда как получается, когда везет, а когда не везет. Так что полное обозрение нужно будет завтра акцентировать именно на биржевом стакане. Никак не иначе. В принципе, на этом все. Благодарю за внимание и до свидания.